Агрессивных, вооруженных, фанатично настроенных против аугментации. Они заявили, что состоят во фронте человечества, некоммерческой организации, требующей от ООН ограничить исследования в области биотехнологий. Боевики захватили завод Шарифа и рабочих, сверхурочно трудившихся над секретной военной системой Тайфун. Шариф послал меня, чтобы ее спасти. Мне удалось это сделать, но рядом я обнаружил одного из так называемых «пуристов» с полным мозгом имплантатов. Он пытался снять важнейшее из параметров. Очевидно, дело было нечисто. Аугментированный покончил с собой. Я не сумел его допросить. Шариф приказал мне все разузнать, чем я и занялся с помощью Фрэнка Причарда, главы кибербезопасности фирмы. Выяснилось, что неизвестный второй хакер дистанционно контролировал действия аугментированного. Мы с Причардом отследили его сигнал до тайного лагеря «Фема» в Тетройте. Там обнаружились и наемники. Те самые, что практически убили меня шесть месяцев назад. Конечно, они попытались это повторить, но в этот раз я оказался крепче. Я вырубил громилу по имени Барретт и даже заставил его дать мне новую наводку – пентхаус в Китае. Конечно, мы оба понимали, что там меня будет ждать ловушка. Остров Хэншадоу, Китай. В здешнем городе так много людей, что поверх него пришлось построить еще один город. Найти кого-то в Хэншадоу нелегко. Хорошо, что я был не один. Фарида Малек, опытный пилот Шариф Индастрис, раньше жила в Хэншадоу. Приятно иметь такого человека на своей стороне. Она достаточно хорошо знала город, чтобы высадить меня в нижнюю его часть, рядом с пентхаусом, про который мне рассказывал Барретт. Когда я вошел, там уже находились агенты Белл Тауэр Ассашиэйц, частной охраной фирмы, нанятой властями Кита. Причина оказалась не той, которую я мог представить. Там раньше жил преступник, хакер Ван Брюген, тот самый, который дистанционно управлял аугментированным на заводе Шарифа. Поспешно принятое им тогда решение заставить ауга покончить с собой оказалось ошибкой. Теперь за Ван Брюгеном охотились его бывшие партнеры-наемники. И мне нужно было опередить их в этих поисках. Чтобы отыскать Ван Брюгена, пришлось как-то договориться с триадами, руководителями преступного мира Хэншадоу. Они спрятали хакера в дешевом капсульном отеле. Когда я его нашел, Ван Брюген без колебаний назвал женщину, которая его наняла. Джао Юнчжу, президент корпорации Тай Юн Медикл. Если верить ему, Джао хотела монополизировать всю отрасль аугментации, ради чего привлекла наемников, чтобы дестабилизировать бизнес-конкурентов. Шариф Индастрис в списке стояла первым номером. Нужно было проникнуть в штаб-квартиру Тай Юн Медикл и забрать голограмму с сервера. Я подозревал, что Ван Брюген что-то скрывает, но все равно оказался не готов к тому, что мне пришлось увидеть. Маган не погибла. Ее и четырех ближайших коллег похитили и увезли куда-то. При этом их гибель была тщательным образом инсценирована. Отчаянно пытаясь узнать что-то еще, я встретился с Джао в ее квартире. Она хотела выставить себя пешкой в большой игре и указала на могущественную организацию, которая решает судьбы мира движением пальца. Затем она заперлась в убежище и включила трибуну. Мне пришлось бежать. Я понимал, что Джао лгала, но часть ее рассказа укладывалась в общую картину. Дэвид Шариф беспокоился о своих работниках. Беспокоился так, что всех заставлял имплантировать подкожный чип-локатор. Чипы должны были подавать сигнал в день нападения. Но Джао сказала, что для их отключения хватило всего одного звонка в ПИК. Ведущую мировую сеть новостного вещания через спутниковые системы. Чтобы узнать больше, пришлось отправиться в штаб ПИКа в Монреале. Элиза Касан. Главная по новостям сети ПИК Коммуникейшнс. Малик подумала, что я преувеличиваю, когда я сказал, что в деле замешана Элиза. Зачем самый известный ведущий сотрудничать с наемниками? Когда я встретился с Касан в ее офисе, она с готовностью признала, что заглушила спутники над Детройтом в ночь, когда похитили команду Мэган. Сказала, что только выполняла приказ. Похоже, она собиралась сказать что-то еще, но тут появились наемники, чтобы заткнуть рот и ей, и мне. Элиза воспользовалась тем, что я отвлекся и исчезла. Наемниками командовала аугментированная убийца, с которой мы уже дважды встречались, Елена Федорова. Женщина, которая сделала тишину своим лучшим другом. Она дождалась, пока я отслежу передачу Элизы до тайной серверной под зданием ПИКа. Потом напала на меня со спины. Я сделал так, чтобы больше она никому бесшумно не подкралась. Когда не осталось ни Федорова и никого-то другого, вновь появилась Элиза. Оказалось, что ведущая новостей была даже не человеком, а развитым искусственным разумом, предназначенным для слежения за потоками данных и управления тем, во что верят люди. Элиза рассказала, что наемники привели врача фронта человечества, Исайо Сандавала, чтобы тот удалил чипы похищенных ученых, пока спутники над Детройтом молчали. Также она посоветовала мне поговорить об этом с Давидом Шарифом. Когда мы с Малик вернулись в Детройт, отношения между обычными и аугментированными горожанами достигли точки кипения. В нескольких городах начались беспорядки. Все ожидали вмешательства ООО. Шариф пытался заручиться поддержкой Хью Деру, который из ведущего изобретателя, первого в ангарде исследований в области аугментации превратился в мецената, чтобы помешать принятию регулирующего закона. Шариф очень надеялся на Деру. Открытие Меган дало бы возможности миллионам людей раскрыть свои способности выше обычного человеческого предела и одновременно вывело бы Шарифа Ндастрис на верхние позиции Фучер-500. Если верить Шарифу, похитители Меган это понимали и не хотели давать людям возможность, которую не могли контролировать. Этих своих врагов он назвал иллюминатами и попросил меня продолжать поиски. Действуя дальше, я выследил Сандавала с помощью самого известного противника аугментации в Америке, Билла Даггарта, работодателя Сандавала и основателя фронта человечества. Сандавал признался, что оперировал команду Меган, но при этом сказал, что чипы локатора не удалял, а только переключил их на другую частоту. Причард сумел засечь один из сигналов в Китае. Мы с Малик немедленно отправились туда. К сожалению, иллюминаты снова были на шаг впереди. Мы попали в засаду и были сбиты Белл Тауэр Ассошиейц сразу после того, как вошли в воздушное пространство Хэншадоу. Нас спасли только летный набок и Малик. После непростого боя я отступил в нижний Хэншадоу. Сигнал привел меня прямо к триадам. Точнее говоря, к механической руке Тонг Сихунга, вожака банды жнецов, собирающих аугментированные части тел. Тонг сказал, что забрал руку с трупа, подброшенного Белл Тауэр под их дверь. Значит, по крайней мере, один из ученых шарифа был уже мертв. Оставалось надеяться, что остальные живы. Тонг указал мне на порт, который использовался для контрабандных перевозок людей, и помог попасть на корабль Белл Тауэр. Так я добрался до станции на острове Райфл Мэн, военной базы в Южно-Китайском море. Там похищенных гражданских заставляли работать над проектом ХИРОН, интерфейсом между человеком и компьютером. Многие в ходе экспериментов гибли. Тут мои поиски Мэган подошли бы к концу, если бы не загадочный союзник по имени Квин. Я помог ему добыть компромат на Белл Тауэр, а он провел меня на второй корабль, идущий в Сингапур, указав на биотехнологическую лабораторию иллюминатов под названием «Ранчо Омега». Там обнаружились трое из ученых шарифа, которых похитители заставили работать на технологии дистанционного отключения аугментации. Благодаря экстренному заявлению Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей уже установили нужные для этого биочипы. С помощью ученых я узнал, что Мэган находится в закрытой части «Ранчо». Там я столкнулся с Джароном Намиром, тем ходячим танком, что в свое время выстрелил мне в голову. Вместе с Джао он надеялся застать меня расплохо. Встроенная ему засада не увенчалась успехом. Я нашел Мэган в жилище Хью Дэроу, миллиардера-мецената, которого Шариф просил о помощи. Дэроу убедил ее работать над схемами биочипа, сказал, что это нужно ради общего блага. Пока она мне это объясняла, Дэроу появился в трансляции, охватывающей весь мир, и сказал, что тотальная аугментация означала бы гибель человечества, а затем активировал те самые биочипы, чтобы подкрепить свои доводы. По всему земному шару аугментированные люди начали убивать окружающих. Дэроу предал всех, и теперь только я мог все исправить. Чтобы сделать это, нужно было добраться до Панхеи, огромного сооружения в Арктике. В коридорах, выстроенных аугментированными рабочими, я видел смерть и разрушение. К тому времени, когда сигнал Дэроу удалось отключить, я уже представлял масштаб нанесенному вреда. Но будущее человечества оставалось неясным. Как мир отреагирует на такую диверсию? Смогут ли люди снова доверять аугментированным? Каким окажется следующий ход иллюминатов? Только время даст ответы на эти вопросы. Когда-то я думал, что смогу спасти мир. Что с ним теперь? Совершен очередной теракт. Аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании «Чисто» и захватил самолет. В результате крушения погиб 251 человек, включая членов экипажа. Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации после инцидента, ужасного события двухгодичной давности, когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость, что привело к наибольшему числу жертв в новейшей истории. Иногда лучше забыть обо всем и смириться с тем, кто ты есть. Не вздумай только слететь с катушек, железяка. Если излечу, Макриди, то ты даже испугаться не успеешь. Агент Дженсен, у меня будут из-за тебя неприятности? Нет, сэр. Нет причин опасаться. Хорошо. Ты единственный аугментированный агент в команде, и я надеюсь, что ты нам пригодишься. Теперь слушайте все. Надвигается песчаная буря. Времени мало. Ошибаться нам нельзя. Мы ищем торговца оружием по фамилии Шепард. Он бывший сотрудник Белл Тауэр. Один из офицеров спецназа, пропавших во время инцидента. А сейчас вдруг появился? Это не к добру. Точно так. Он продает оружие и военные аугментации террористов. Арун Синг. Агент под прикрытием, который сумел выманить Шепарда из его норы. Лучший агент, что есть у Интерпола. Он три года работал, чтобы стать своим среди джинн. Иракские контрабандисты, чей картель опутал все восточное полушарие. На прошлой неделе наш торговец оружием предложил джиннам прорву товара с черного рынка по смехотворно низкой цене. Они послали Синха организовать сделку. Они не обрадуются, когда в гости нагрянет Интерпол. У Синха правда хорошее прикрытие? Сейчас, да. Постараемся, чтобы так и осталось. Обмен будет проходить здесь. В недостроенной многоэтажной гостинице. Она пустует с самого инцидента. Картина внутри весьма неприглядная. Сейчас угадаю. Рабочие были аугментированы для тяжелых строительных работ. Когда же они взбесились во время инцидента? Началась настоящая кровавая баня. И с тех пор внутри не бывал никто, кроме нескольких бездомных торчков. И каков план, директор? Синк встречается с Шепардом на нижнем этаже в главном атриуме гостиницы. Большую часть джинов он отправил в пентхаус, чтобы занять выгодные позиции. Группа Макриди зайдет сверху, расположится над атриумом и произведет арест. Дженсен отправляется на крышу. Какое задание? Не пустить джинов к общему веселью. Насколько нам известно, единственный путь из пентхауса в атриум – относительно целая шахта лифта. Она здесь. Полностью блокировать доступ. Хорошо. Готов начинать. Агенту Дженсену я бы посоветовал не полагаться только на свои аугументации. Будьте осторожны. Продолжение следует...